Бесвиллах, альхамду лиллах, салату ас-саламу аля Расулу лиллах, аля алиху ас-схаби, аману аля мабаху. Первое слово, аль-хафику, аль-хафик, бьющийся, трепещущий. Так говорят о флаге, флаг, когда на ветру трепещется, говорят, яхфику, аль-хафик, бьющийся, трепещущий. Далее, следующее слово, ад-дуббу, ад-дуб это, кто такой дуб? Медведь нам, ад-дуб это медведь. Следующее слово, я-р-да-у, я-р-да-у кормит грудью, я-р-да-у кормит грудью. Поэтому про женщину, которая кормит грудью, говорят мур-да, мур-да, кормящая грудью. А само кормление будет ар-р-да-а, я-р-да-у кормит грудью. Далее, следующее слово, ю-раб-би, ю-раб-би, а слово ар-раб-б, ар-раб это кто такой? Господь, а ю-раб-би, ю-раб-би значит воспитывает. От этого слова Тарбия. Тарбия – воспитание. Почему так? Потому что Всевышний Господь воспитывает людей различными испытаниями, которые встречаются им в их жизни. И Рабби воспитывает. Следующее слово Яркусу. Яркусу танцует. Яркусу танцует. Арракс. Арракс – это танцевание. Яркусу танцует. Следующее слово Зубдун. Зубдун – это что такое зубда? Масло. Зубдун – это масло. Но слово Забадун – это пена. Два разных слова. Пена, которая бывает на море, про него говорят Забадун. А Зубдун – это масло. Сливочное масло, да. Следующее слово Аззарафу. Аззарафу – это жираф. Животное – жираф, известное всем. Аззарафу. Следующее слово Самрау. Самра – смуглая, тёмная. Смуглая или тёмная – это в женском роде. Можно сказать Асмар. Асмар – смуглый, тёмный. Самра – смуглая, тёмная. Следующее слово Ассакинату. Ассакина – это спокойствие. Юдыллю. Следующее слово Юдыллю сбивает с прямого пути. Следующее слово Атпагью. Атпагью – это заниматься приготовлением пищи. Приготовлением пищи. Атпагью. Как табаха Готовка пищи Существительное Имя существительное Следующее слово Внимание или забота Заботиться о нем Внимание или забота Следующее слово Это цель Которой стремится человек Следующее Аль мамдуду Аль мамдуд растянутый Кто-то жвид проходил знает это слово Аль мамдуд растянутый А слово Протягивать растягивать Аль мамдуд растянутый протянутый Далее следующее слово Юна взиму Как юраттибу Приводит в порядок От этого слова танзим Танзим это порядок Анназим это как стихотворение Одно слово идет за другим В определенном порядке Юна взиму Приводит в порядок Следующее слово Анназиру Анназир то есть Смотрящий Наблюдающий И последнее слово Аль урубба Здесь должно быть У У меня фасха поставлены Здесь на даму можете исправить Аль урубба Аль урубба то есть Европа Аль урубба Европа Все эти слова нужно выучить В следующем уроке Тема сегодняшнего урока Называется Аль мудлаху Оль мудлах Илей Что такое Аль мудлах Оль мудлах Илей То когда что-либо Приписывается к чему-либо То есть если ты говоришь Бейт у бакрин Дом бакра В этом случае Ты приписываешь дом Кому? К бакру Так вот дом является тем Что приписывается А бакр является тем К чему приписывается В этом случае Бейт То есть дом Называется Мудлах Мудлах То есть то что приписывается А слово Бакар, то, к чему приписывается, называется Аль-Мубаф Илей, приписываемое к нему. Так вот, эта тема и такое словосочетание в арабском языке, когда приходит приписка чего-либо к чему-либо, имеет определенные правила, драматики, которые необходимо знать. Говорит Аль-Амсиля, примеры. И сейчас автор книги приведет три блока примеров, как обычно. То есть на Араф, на Наз и на Джар. И в Раф и в Наз в Иджаре Мубаф Илей имеет определенные правила. Говорит первый пример. Мы играли в Хина-Иль-Мадраса, то есть на площади школы, на пространстве школы. Поэк, где здесь Мубаф, Мубаф Илей? Хина-Уль-Мадраса. Хина-Уль-Мадраса в данном случае Мубаф, Мубаф Илей. То есть площадь приписывается к чему? Приписывается к школе. Теперь обратим внимание, что слово Хина пришло в чем? Пришло после частицы Фи. После частицы Фи. Пришло с Касрой. И слово Аль-Мадраса тоже пришло с Касрой. Сразу можем отсюда запомнить то, что Мубаф Илей всегда бывает с Касрой на конце. Умеется в виду? Всегда бывает в состоянии джарра. Хина-Уль-Мадраса-Ти. Бэй-Ту-Бакрин. Всегда бывает с Касрой. Второй пример. Отдаляйся от плохого друга. Здесь в словосочетании Мубаф Мубаф Илей какое? Карину Суи. Плохой друг или друг зла. Говорит Машиту Аля Шаты Ин Нили. Я шел по берегу Нила. Здесь в словосочетании Мубаф Мубаф Илей Шаты Ун Ниль. Говорит Ракипту Китара Ас Сабахи. Я сел на утренний поезд. Китар Ас Сабах. То есть утренний поезд. Нам здесь обратим, если внимание, все последние слова в наших предложениях, то есть Аль-Мадраса, а также Ас Су, а также Аль-Ниль, а также Ас Сабах, все они приходят с Касрой на конце. Все они являются чем? Все они являются Мубаф Илей. То, к чему приписывается что-либо. В первом случае в поле приписывается пространство, площадь. Во втором случае к Злу приписывается Друк. В третьем случае к Нилу приписывается берег. И в четвертом случае к Удру приписывается поезд. Теперь второй блок. Пример. Говорит Агнахту Мисра Ай Аль Баби. Я закрыл Мисра Ай Аль Баб створки дверей. То есть закрыл дверь на обе ее створки. Теперь смотри, слово Мисра Ай в каком числе здесь приходит? В двойственном числе. Основа его Мисра Ам. Когда оно попало в наше предложение, буква Нун удалилась. Осталось как Мисра Ай Аль Баби не говорят. Говорят Мисра Ай Аль Баби. Буква Нун удаляется при Ибаби, при приписывании. Дальше. Гасальту Ядэй Ацифли. Я помыл две руки ребенка. Ядэй Ацифли здесь Мубаф Мубаф Илей. Руки приписываются к ребенку. Ацифли опять чем? Касры. Но слово Ядэй опять у него, буква Нун, исчезла. Не говоришь Ядэй Ацифли, а говоришь Ядэй Ацифли. Буква Нун удаляется. Говорит третий пример. Лама Ат Айна Аль Китты. Сверкнули два глаза кошки. Лама Ат Яль Мау. Это что такое сверкать? Айна Аль Китты. Два глаза кота или два глаза кошки. Здесь Айна Аль Китт тоже Мубаф Мубаф Илей. Глаза приписываются кошки. И смотрим опять. Слово Айна в двойственном числе должно быть в основе Айнан с буквой Нун. Но эта буква Нун уходит при Иваке, при приписывании к чему-либо. Четвертый пример. Инкасарат Аджалата Аддар Раджати. Говорит сломались два колеса велосипеда. Здесь Аджалата Аддар Раджа Мубаф Мубаф Илей. Два колеса приписываются к чему, приписываются к велосипеду. Аджалата в основе должно быть как Аджалатан с буквой Нун. Опять буква Нун исчезла при Иваке, при приписывании. Теперь третий блок примеров со множественным числом. Говорит Ташкуру Ассухофу Мухсини Аль Уммати. Газеты хвалят. Сухоф здесь имеется ввиду вношу слова Сахифа. Сахифа это мы говорили газета. Ассахха это листочек. Сахха листочек, но это другое слово Сухоф. А слово Сахифа. Сахифа это газеты. Говорит газеты благодаря Мухсини Аль Умма. Тех членов общины, которые творят добро. Здесь слово Мухсин в основе своей должно быть как Мухсинин. Мухсинин, Мупанун опять исчезает при Иваке. То есть Мухсинин, Джема, во множественном числе Джема Музаккар Салим. Теперь второй пример. Саруату Мисра Мин Зари'и Аль Арзи. Говорит Саруа из богатства Египта исходит от того, от тех, которые сеют землю. То есть от тех, которые занимаются земледелием. Здесь опять Зари'и в основе должно быть как Зари'ун. То есть те, которые сеют земледельцы. Но здесь при приписывании к земле Зари'и Аль Арзи, засеивающие землю, то есть засеивающие приписываются к чему? К земле. Опять пропадает буква Нун при Иваке, при приписывании. Теперь третий пример. Асраа Саэку Ассайя Рати. Говорит Саэку Ассайя Рат, то есть водители машин Асраа двигаются быстро. Здесь опять Саэку должно быть как Саэкун в своей основе. Саэк это кто такой водитель? Если ты хочешь привести это слово во множественное число, говоришь Саэкун с буквой Нун. Но когда это слово приписывается к чему-либо, то эта буква Нун отпадает. Саэку Ассайя Рати, водители машин. И последний пример. Джаа Муаллиму Аль Мадраса Ти. Пришли преподаватели этой школы. Муаллиму Аль Мадраса. Муаб, муаб и лейли. Преподаватели приписываются к школе. В данном случае слово Муаллим это в единственном числе. Но когда мы говорим Муаллимун, превращается это слово во множественное число. То есть Джамаму Заккар Ассалим. Но буква Нун при Илафе также отпадает. И говоришь не Муаллимун Аль Мадраса, а говоришь Муаллиму Аль Мадраса Ти. Говорит Аль Бахсу, какое исследование относительно нашего урока. Говорит из акульта. Говорит автор книги, если ты скажешь, мы играли на площади, то это предложение будет в правильном, в своей основе. В этом случае ты не хочешь разъяснять слушающему. То, что игра произошла на какой-то конкретной площади. Просто говоришь, мы играли на площади. Какая площадь? Площадь школы, площадь города. Ты не разъясняешь, не конкретизируешь площадь. Но если ты скажешь, мы играли на площади школы. То в этом случае ты уже низко, что сделал соотношение. Срезал эту площадь и приписал ее Илаше Инхаз. Уже к чему-то конкретному. А это в данном случае школа. Значит, видишь, что дает тебе приписывание Муаллим Афелей. Дает разъяснение, какой конкретно предмет ты имеешь в виду. Если ты скажешь, осерегайся друзей, то это предложение будет в своей основе правильным, но неясно, каких друзей ты имеешь в виду. Но если ты скажешь, осерегайся друзей зла, то становится слово друзей более конкретизированным, более узким и частным понятием. Это, иншаллах, ясно. Дальше говорит. А если ты скажешь, ибдаед анкаринин, отдаляйся от друга, фаимна аннакататлобу лептиад ан айесахибин. Отсюда мы понимаем, что ты просишь удалиться от любого друга. Волакин накахина такуль. Но если ты скажешь, ибдаед анкаринин су, удались от друга зла, то ты приписываешь и связываешь этого друга чем-то конкретным. А это, в данном случае, зло. Ваказалика юкальти шаты ин ниль. Также мы говорим относительно словосочетания берег нила, вакитара салах и поезд утренний. То есть, если ты скажешь, я сел на поезд, то непонятно, когда ты на него сел. Но если ты скажешь, я сел на утренний поезд, тогда становится ясно, что ты сел на него утром. То же самое, я шел по берегу. Берег является неограниченным чем-либо. То есть, непонятно, по какому берегу ты шел. Но когда ты скажешь, я шел по берегу нила, становится понятно, какой конкретно берег имеется в виду. Поехали. Значит, обратите внимание, первая фраза, ла ибна фи фина. Если ты не скажешь мадраса, то слово фина будет с тандином на конце. Ла ибна фи фина ин. То же самое во втором, ибдаед анкаринин. То же самое в третьем, шату уни лин, если алифляма нет. И так далее. Но когда приходит приписывание, вот этот тандин, он исчезает. Ты уже не говоришь ла ибна фи фина ин аль мадраса ти, но говоришь ла ибна фи фина ин мадраса ти. Почему? Потому что тандин это не что иное, как буква нун. Но это нун не пишется в письме, но пишется просто как харакат, как тандин. Но в основе тандин это что такое? Когда ты говоришь фина ин, это буква нун. Так вот, эта буква нун, видишь, в единственном числе, она исчезает при приписывании. Поэтому ты уже не говоришь «ФИФИНА ИЛЬ АЛЬМАДРАСАТИ», но говоришь «ФИФИНА ИЛЬ МАДРАСАТИ». То же самое в двойственном числе, то же самое во множественном числе. То есть во всех этих трех числах, единственном, двойственном, во множественном исчезает буква «НУН» при приписывании. Говорит дальше. «ФАЛАСМА УФИНА, УАКАРИЛ, УАШААТЫ». В данном случае имена существительные. Пространство «ФИНА», а также «ДРУК», «КАРИЛ», а также «ШААТЫ», «БЕРЕК». Связываются и приписываются к тем именам существительных, которые приходят после этих слов. Поэтому каждый из первых слов называется мудав, то, что приписывается. А каждое имя существительное, которое приходит после них, называется мудав, или то, к чему приписывается это слово. Говорит, а если ты поразмышляешь над остальными примерами, то есть имеется ввиду над примерами из второго раздела и из третьего блока. Так, ты опять увидишь, что два последних слова в каждом из примеров опять являются из раздела мудав, мудав, или. Говорит, а если ты вернешься к прошлым примерам, ты увидишь, что мудав, или, то, к чему приписывается слово, во всех этих примерах приходит в джерном, то есть сказры на конце. А также увидишь, что то, что приписывается мудав, во втором разделе примеров приходит мудав, в двойственном числе. А в третьем разделе примеров, джемра мудакар салим, приходит во множественном числе мужского рода в здоровом виде. Говорит, уанна нун, аль мусанна, ланун, аль джемра, холи фата, баба ли бафа. И также ты увидишь, что нун, двойственного, а также множественного числа постоянно, холи фата, постоянно удаляются при и бафа, при приписывании какому-то слову. Как мы говорили это в наших прошлых примерах. Говорит, аль хаида, правила относительно нашего урока. Аль мубафу исмун, нусиба илла исмин бадагу. Что такое мубаф? Мубаф, говорит, это именно существительное, которое приписывается к тому слову, которое приходит после него. И посредством приписывания это слово, то есть мубаф, становится определенным, либо конкретизированным. То есть сначала оно не было ни определенным, ни конкретизированным. Я иду по берегу. Какой берег имеется в виду? Неопределенный, ни конкретизированный. Но если ты его приписываешь к Нилу, становится понятно, что за берег имеется в виду. Он становится определенным и конкретизированным. Это что такое мубаф? Дальше говорит. Мудаф, то есть то слово, которое приписывается, удаляется его танвин при приписывании. Если до этого он был танвинов, то есть если у него был нун танвина на конце. Говорит, и также удаляется его буква нун, если слово мудаф приходит в двойственном или во множественном числе. А что такое мудаф, илей? Мудаф, илей, это говорит такое имя существительное, яйти-баадаль-мудаф, который приходит после мудафа, то есть после того, которое, после того слова, которое к нему приписывается, воу-маджрурун. И мудаф, илей бывает в состоянии джарра, бывает в состоянии маджрурун, то есть кастры обычно на конце. И что касается самого мудафа, то его состояние зависит от того, какое положение оно занимает в предложении. Если приходит после харфу джарра, оно будет маджрурун. Если приходит в форме файда, тогда оно будет действующим лицом. Если приходит Мафролюнби, тогда она будет в состоянии назва. То есть зависит Мудаф, его положение зависит от того, какое состояние он занимает в предложении. Тамринат говорит упражнение к нашему уроку. Первое упражнение. Зайдин аль-Мудаф уль-Мудаф илейх иль-Джумал аль-Атия. В следующих предложениях выделить. Мудаф и Мудаф илейх. Первое предложение. Суруль-Хадиха Тимур-Татирон. Как переводится Суруль-Хадиха Тимур-Татирон? Забор этого сада высокий. То есть где здесь Мудаф и Мудаф илейх? Суруль-Хадиха Тимур-Татирон. Забор сада. Далее второе предложение. Китабу Алиин Муфидун. Как перевести? Книга Али полезная. Где здесь Мудаф и Мудаф илейх? Китабу Алиин. Дальше. Узуна Аль-Хисани Сагиратани. Как перевести? Уши лошади маленькие. Здесь слово Узуна в таком числе? В двойственном числе. В основе должно быть Узунан с буквой Нун на конце. Но здесь смотри, при приписывании буква Нун удалена. Осталось как Узуна Аль-Хисани. Два уха лошади. Далее. Нагадатуль-Ватани бережалил-Уммати. Как перевести? Нам. Возрождение или поднимание Родины бережалил-Уммати. Происходит посредством кого? Мужчины. Происходит посредством мужчин этой страны, этой общины. Где здесь Мудаф илейх? Кто скажет? Нагадатуль-Ватанин. Мудах-Мудах илейх. Еще есть? Бережалил-Умма. Тережалил-Умма тоже Мудах-Мудах илейх. Дальше. Ракип ту Сайярата Хасанин. Я сел на машину Хасанин. Хасан имя человека. Здесь есть? Мудах-Мудах илейх. Сайярату Хасанин. Машина Хасанин. Дальше. Шестое предложение «Шагатту Гарамей Мисра» Я видел Гарам имеется ввиду пирамиды, пирамиды, здесь имеется ввиду пирамиды Я видел пирамиды Египта Слово Гарамей здесь в двойственном числе Гарамей Миср, Гарамей в двойственном числе Я видел две пирамиды Египта Видишь, акадь буква «нун» исчезла со слова «гарамейн» при приписывании этих двух пирамид к Египту Дальше «Альхильму сейиду лахляхи» «Кротость господин всех нравов» Где здесь мулаф мулафилей? Сейиду лахлях Дальше «Касура байу ассухуфи» Стало много продавцов газет Где здесь мулаф мулафилей? Байу ассухуфи Дальше «Тахазат табибу ан риатэй альмариды» Врач исследовал или осмотрел две легкие больного человека Где здесь мулаф мулафилей? Риатэй альмарид Риатэй альмарид Слово «риатэй» в двойственном числе Опять буква «нун» исчезла В прошлом примере «Ба-и-у» Во множественном числе «Ба-и-у» Буква «нун» опять исчезла При предписывании этих тальговцев газетам Дальше «Шагатту джамал альмахмали» Я видел верблюда, который альмахмал Который не с носилками, который сам несет Сам как носилки То есть несет что-то Таиб Где здесь мулаф мулаф мулафилей? Джамал альмахмал То есть несущий верблюд Верблюд, который несет что-то Далее А теперь второе упражнение Иджал аль-асмал атья Мулафа или асмату насибуа Фи джумалин муфида Говорит «Те имена существительные, которые приходят В нашем упражнении Сделай их мулаф мулаф и лей» То есть сделай из них мулаф мулаф и лей И потом придумай с ними предложение Первое слово «джумух» Как переводится «джумух»? Резвый Резвый Джумух резвый Резвый Дальше слово «хуртум» Что такое «хуртум»? Хобот Хуртумуль фили Резвый не говорит «хуртумун» Аль-фили Тальвин уходит Остается только харакат Хуртумуль фили Дальше Теперь Зираан Как перевести «зираан»? Два лоптя То есть длина измерения Или имеется в виду как орган тела Зираа аль-мариды Буква «ну» исчезает при приписывании Дальше Муаззабун Что такое «муаззабун»? Воспитывать Теперь придумай Со словом «муаззабун» Чтобы было «мулаб-мулаб-илеги» Муаззабу аль-ауляди То есть Те, которые воспитывают детей Воспитатели детей Муаззабу Буква «ну» исчезает Дальше Заирун Что такое «заир»? Рев или «реконет»? Заируль асади Заируль асади Рев Льва Теперь дальше Шаты ан Что такое «шаты ан»? Берега – два берега Шаты ан – два берега Скажи «два берега нила» Как будет? Шаты а ан-нили То есть Буква «ну» исчезает Дальше Халаман Что такое «халаман»? Две ручки Халама бакрин Так эти две ручки бакра Халама буква «ну» исчезла Дальше Муштахидун Что такое «муштахидун»? Старательные Муштахидун мадрасати Эти люди Старательные в школе Старательные люди Школы Муштахиду Аль-мадрасати Буква «ну» также исчезла Дальше Слово «мифтах» Что такое «мифтах»? А? Ключ Придумай с ним предложение Мува фулафи лейди Мифтахуль дейди Ключ Дома И так далее Джанахан Как перевести «джанахан»? Два крыла Джанаха Афаири Два крыла Птица Буква «ну» также исчезает От двойственного числа Дальше Акрабан Как переводится «акрабан»? Скорпионы Два скорпиона Акраба Ас-сахраи Так Два Скорпиона Пустыни Дальше Наджихун Как переводится «наджихун»? Достигший успеха Наджихун дирасаки Так Достигший успеха В учебе Опять буква «ну» Относит числа и исчезла Дальше Джамиль Как перевести «джамиль»? А? Красивый Джамилю л-ахляки Уже не говорит «джамилюн» Аляхляки Говорит «джамилю л-ахляки» Дальше Набан Два клыка Набальфили Здесь уже не говоришь «наба-ульфили» Потому что «наба-у» будет вести Говоришь просто без хамзы Набальфили Два клыка Слона Дальше Муандисун Как перевести «муандисун»? Инженеры Инженеры Кого Египта? Муандисун Буква «нун» исчезла Дальше Гарикун Утонувшие Люди утонувшие Гарикун-нили Утонувшие в Ниле Дальше Синам Что такое «синам»? Горб Синаму-ль-джамали Горб Верблюда Дальше Китабан Две книги Китаба Мухаммадин Эти две книги Мухаммада Дальше Мухаммадин Как будет «мухаммадин»? Те, которые сделали хижбу Мухаммадин Сахабати Мухаммадин Из подвижников Буква «нун» опять исчезла Дальше Хадимун Как перевести «хадимун»? Слуги Хадимун Масжиди Те, которые работают в мечете Аль-Харам Буква «нун» опять исчезла Дальше Опять из всех примеров, которые мы Или из всех слов, которые есть в упражнении Придумай «мухдав» и «мухдав» и «лей» А затем придумай с ними полезные полноценные предложения Первое слово «Аль-Асад» Кто такое «Аль-Асад»? Лев Асаду-ль-Хадикати Какой он? Мухтарисун Лев этого сада хищный Дальше Слово «инан» или «анан» Что такое «инан»? Погодина Погодина Почему буква «нун» в слове «инан» при переписывании не отпадает? Потому что «нун» здесь не забудет своего числа Она как основательная буква «нун» В основе своей приходит в слове «инан» Значит, что нужно убирать? Нужно убирать «танвин» Если приходит «инан-нун» То при переписывании ты уберешь букву «нун» из «танвина» И скажешь «инан-нуль-хай-ли» Какие? Тауиля Погодия Лошади длинные Дальше Аль-Росфур Кто с воробьем? Росфуру льемани Савира Так, воробей Йемена Малень Дальше Аль-Баб Что такое бабун? Верес Бабу льбейтис Мабдухун Дальше Гусмун Что такое гусмун? Вет Ветка нам Старое слово Гусмун, шажираты, максура Гусмун, шажираты, максура Дальше Аль-Айн Что такое аль-Айн? Глаз Айн уль-Инсани Мариум Глаз человека болен Дальше Аль-Фарас Что такое аль-Фарас? Больч Поняли лошадь Какая? Аль-Фарас Фарас Аль-Карияти Какой джумух Лошадь деревни Резвая Дальше Маун Что такое ма? Вода Мау-ль-Айни Назыкун Вода этого источника Чистая Дальше Теперь слово Хайятун Кто такие хайятун? Нам То есть Швеи Так или нет? Мужчины Швеи Хайяту Аль-Махалли Мужча Айдуна Так Дальше Аняб Что такое аняб? Наб Это клык Аняб Вношу слов Клыки Аняб Аняб Джабалю Джабалю Сыни Не Аль-Джабалю Джабалю Сыни Тавилю Гора Китая Высокая Дальше Тагрид Что такое Тагрид? Пени Тагрид Усхури Джамилю Дальше Аль-Худжрату Худжрату Лбейти Вася Комната дома Широкая Дальше Аль-Малабису Одежды Малабису Раджули Джамиля Одежда Мужчины Красивая Дальше Аль-Бахр Бахру Льямани Кабиру Море Льямина Какое? Большое Дальше Аль-Китаб Книга Мухаммада Муфит Полезная Ашадера Дерево Шадера Туссукутра Джамиля Дерево Сокотры Красивое Дальше Гляфун Гляфун Китаби Матинум Обложка этой книги Крепкая Твердая Теперь четвертое Упражнение Говорит Коу Инсталя Джумал Исмия Придумает Три существительных Предложения Чтобы Муктада В нем Было Мудафом Как будет Мифтаху Бабин Так Ключ Звери Машина Бакра И так далее Дальше Придумает Три предложения Исмия Тоже существительных Чтобы Извести В нем Было Каким Мудафом Как будет Это Дом Мухаммада Еще есть Какой-нибудь Эта машина Мухаммада Дальше Придумает Три предложения Глагольных Чтобы Действующее Лицо В них Было Двойным Числом При этом Мудаф То есть Приписываем Приписываем Им Чему-либо Так Уехали Две Машины Бакра Еще есть Предложения Закончили Два урока Школы Дальше Говорит Кауин Салас Джумал Си Алия Придумает Три Глагольных Предложения Якуну Мафрулю Бех Которому Жамафрулю Бех Я Мудак Карсалем Мудак 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 Дальше Марах Ту Бибай Аль Махалли Я проходил Мимо Продавцов Этого Магазина Дальше Говорит Кауин Салас Джумал Фи Алия Придумает Три Глагольных Предложения Саштамин Аля Мусанна Маджрур Бехар Фиджар Вау Мудак Которые Содержат Себе Мусанна Двойственное Число Которые Состояние Маджрур Из-за Хар Фуджар И он Еще Будет Мудак Машету Аля Шатвы Эй Аннили Я Прошелся По двум Берегам Нил Дети Играли Где? В двух Комнатах Этого Дома Дальше Теперь Пятое Упражнение Коуин Джумля Таньякуну Хабар Лейса Фи Мудафан Придумает Предложение Чтобы Хабар Услова Лейса В этом Предложении Было Мудаф Мудаф И лей Джам Мудак Крсалим А Мудаф И лей Было Состояние Джам Мудак Крсалим Лейса Тулла Бумандра Школы Не являются Старательными Придумали Дальше Коуин Джумля Таньякуну Хабар Инна Тиха Мудаф Уол Мудаф И лей Мусанна Придумает Предложение Которым Хабар У Инна Будет Мудаф А то К чему Оно Приписывается В двойственном Числе Значит Должно Инна У него Должен быть И сам Хабар И Хабар Этого Инна Должен быть Приписан К чему Двойственному Из Высо Числа Инна Мухаммадан Таалиб Мадрасатэни Так Таалиб Мадрасатэни Поиски Мухаммад Является Учеником Сразу Двух Школ Тамрин Филинша Теперь Упражнение В сочинении Говорит Аджиб Анил Ас Ил Ати Ответ На Следующие Вопросы Бежумалин Тамма Полноценными Предложениями Таштамин Кулюн Минха Аля Мудаф Мудаф Чтобы Каждое Из этих Предложений В нем Было Мудаф И Мудаф И Лейхи Первое Предложение Как перевести Почему Много Заболеваний Глаз В Египте Дальше Следующее Как перевести Что Усиливает Два Легких Человека Дальше Что Является Обязательным Перед Идой И После Ни Что Становится Причиной Аль-Адва Инфекции В Интикаль Аль-Амраб И Перехода Болезней Дальше Как перевести Какова Польза От Физических Игр Дальше Какая Польза От Принятия Бан Или От Принятия Или От Похода В баню Что Такое Какая Польза От Таназух Таназух Это когда Человек Очищается От Дурных Нрав Нрав На Поех Это Таназух И Какая Польза От Очищения От Дурных Нрав Нрав На Эти Вопросы Необходимо Дать Полноценный Ответ И Это Нужно Дома Дальше Тамрин Филиараб Упражнение Относительно Араба Того Как Делается Грамматический Разбор Таких Предложений В Улицы Идут Люди По Двум Сторонам Улицы Ясиру Говорит Фиалин Мубари Марфо Битбамма С этим Все согласны Аннасу Фаиль Так или нет Тоже Марфо Битбамма Алла Харфу Джар Мабни Алла Сукун Это Тоже Понятно Джани Бэй Маджрурун Би Алла Состояние Джар С чем Из-за Алла У Алла Матуджарри И Признак Его Джар Какой Алья Почему Алья А почему Никашра Лянну Мусанна Потому что Оно В двойственном числе Помните Мы брали это До этого То что Мусанна В двойственном числе Когда бывает Состояние Джарра Его признак Джарра Буква Я А не Касра И Ашари Ашари Говорит Мудав Илей То к чему Приписывается Вахудифат Аннун Лил Иблафа И буква Нун Удалена Из-за Иблафа Из-за того Что она Приписывается К чему К улице Две стороны Чего Улицы И слово Ашари Мудав Илей То к чему Приписываются Эти две Стороны Маджрур Бель Касра Он в состоянии Маджрура И на конце Его сто Касра Это Иншалла Понятно Дальше Ари Сделай Грамматический Разбор Следующих Предложений Как перевести Наба Альфили Тауилятан Два клыка Слона Какие Тауилятан Большие Как сделать Ираб Наба Добавляем Вот это Предложение И удаляется Буква Нун Из-за того Что оно Приписывается К следующему Слову И Наба Здесь Является Чем Мудав То что Приписывается Теперь Альфиль Как сделать Мудав Илей Здесь уже Не хабар А говорит Мудав Илей Маджрур И Аляма Его Какая Аляма Тучар Алькасра Аля Ахир Дальше Теперь Слово Тауилятан Тауилятан Уже будет Чем Хабар Будет Здесь Хабар После чего После Мудав Илей Приходит В данном случае Говорит Тауилятан Хабар В состоянии Каком Морфо И Аляма Турав И его Президент Граф А какой Аль Алиф Почему Алиф Потому что Он В двойственном Числе Это Все Понятно Бата Анна Джихруна Найми Аль Бали Как перевести Спали Преуспевшие То есть Победившие Спали Найми Аль Что Такое Найм С прекрасными Мыслями С хорошими Мыслями Легли Спать Те Которые Победили Бата Как сделать Ираб Слово Бата Что Про него Дальше Говорим Бата Фиэль Малды Мабни На чем Он Мабни Аляльфатх Не Аляльфатха Аляльфатх Без Тамарбута Мабни Аляльфатх Дальше Анна Джихун В данном Сначала Нужно Отметить То что Оно Исму Бата Почему Потому что Бата Это Сестра Кого Бата Сестра Кан Значит Про Найджихун Говоришь Исму Бата Марфу Алямату Раф И Альвав Почему Альвав А не Дамма Потому что Оно Во множествен Числе Мужского Рода Здоровое Фиэль Дальше Теперь Найми Что Такое Найми Хабар Бата В состоянии Каком Назба Если Найджихун Было В состоянии Рафа Значит Найми В состоянии Чего Назба Говоришь Найми Хабар Бата Мансуд И его Признак Назба Какой Алья Почему Алья Айнифад Почему Потому что Джамму Закар Салим Потому что Пришло Во множествен Числе Мужского Рода И понятно Что Найми Это Мудах То что Приписывает К слову Альбаль Найми Альбаль Альбаль Это Мудах Илейи В состоянии Каком В состоянии Джарра Мажрур Говоришь Мудах Иллихи Мажрур И признак Его Джарра Какой Касра Говоришь Алям Альбаль 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 Теперь Последнее Предложение Инна Таалим Альфатаяти Асасу Саадат Иль Уммати Как перевести Поискне Обучение Девушек Является Чем Основой Счастья Этой Общины Инна Как Делаем Ираб То есть Грамматический Разбор Частицы Инна Это Харф Который Приходит Для Усиления И для Назба Дальше Теперь Таалим Исму Инна В каком Состоянии Исму Инна Мансу Алям 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 Назба Какой Альфат Хаззагир Аля Ахри И Таалим Здесь Является Чем Таалим Альфатаят Обучение Девушек Мудаф Теперь Слово Альфатаят Соответственно Чем Будаф Иль В каком Состоянии Состояние Маджрур И признак Его Джарра Какой Алькасра Теперь Асаз Что такое Асаз В данном Предложении Хабар Уинна Таалим Это что Асаз Таалим Обучение Является Основой Хабар Инна Марфу Алям 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 Асаз Является Так же Чем Еще Плюс Мудаф Теперь Слово Саада Чем Является Мудаф Илей Маджрур То к чему Приписывается Основой Основой Счастья Мудаф Илей Маджрур Алькасра Алях Теперь Смотри Слово Саада Вместе С тем Что оно Мудаф Илей Оно Еще Чем Является Саадат Уммати Еще Является Самым Мудафом Для чего Для Умны Приписывается Слово Умма Поэтому Говоришь Саада Мудаф Илей Маджрур Аля Маджжарри Алькасра Вахуа Мудаф Потом Говоришь Альумма Альумма Это что Мудаф Илей Маджрур И признак Его Какой Значит С этого Примера Что ты Понял То что Слово Может быть Одновременно И мудафом И мудаф Илей Может быть Мудафом Илей И еще Плюс Самому Мудафом К чему Постороннему Значит Этот урок Иншаллах Понятен Субханак Аллахума Бхамдик